Ульяновская область становится своеобразным центром притяжения федеральных руководителей разных направлений благодаря связям и репутации главы региона. Для обсуждения новых путей культурного развития с рабочим визитом Ульяновскую область посетил генеральный директор президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Ехали сюда с особым чувством, потому что Ульяновская область, вообще-то говоря, родоначальники креативных индустрий в стране. То есть это удивительное место, где задолго до того, как на федеральном уровне эта тема зазвучала, уже этой темой занимались и, конечно, это дает свои результаты. Здесь очень активно участвует бизнес, очень активно участвуют некоммерческие организации. Совместно с губернатором Алексеем Русских и министром искусства и культурной политики Евгением Сидоровым обсудили развитие кластера креативных индустрий в регионе. С 2021 года Ульяновск привлек более 70 миллионов рублей из президентского фонда культурных инициатив. За время существования грантового конкурса от Ульяновской области было подано 449 заявок, из них было поддержано 66 проектов. Они дают возможность самореализоваться в первую очередь инициативной талантливой молодежи, исполнить проекты каких-то культурных организаций, ТОСов. На самом деле очень хороший и действенный инструмент способствует закреплению молодежи в регионе. Также глава фонда отметил высокое качество исполнения ульяновских проектов, но, несмотря на хорошие результаты, нашей области есть к чему стремиться. Проблемные вопросы и перспективы проектов обсуждали на семинаре с представителями креативных сообществ и бизнеса, руководителями и лидерами некоммерческого сектора и учреждений культуры. Например, важной проблемой региона является отсутствие больших событийных проектов. На это всегда показывают нам социологические опросы. Молодежь считает, что у нас мало фестивалей опен-эйр, различных музыкальных направлений. Да, классическая музыка замечательная, да, классическое искусство великолепно, академическая музыка. Но молодежи хочется разных форматов. Роман Карманов рассказал о частых ошибках при подаче заявки по форме и содержанию, а также отметил, что важно создавать не только региональные, но и федеральные проекты. Проиллюстрировал свою презентацию глава фонда примерами из жизни великих людей Александра Сергеевича Пушкина и Сергея Васильевича Рахманинова. Также в школе креативных индустрий Роман Карманов провел неформальную встречу с победителями грантовых конкурсов последних лет, где обсуждали организационные вопросы и результаты проектов. Встреча прошла в таком достаточно позитивном ключе, то, что без воды, то есть мы сразу стали разговаривать о каких-то насущных проблемах, с которыми сталкиваются как грантодатели, так и грантополучатели, наверное, больше грантополучатели, да, и действительно грантодатели, они хотели получить обратную связь. В прошлом году Борис Куломзин выиграл грант фонда с проектом кровеческого фильма «О чем молчат городские камни». Съемки уже завершились и в ближайшее время состоится премьера в онлайн формате. Напомним, президентский фонд культурных инициатив был создан по указу президента. Организация проводит грантовые конкурсы, а также помогает проектам-победителям. Юлия Руднева, Герман Баранов, Анатолий Рассохин, Уллправда ТВ.